Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пару часов разыскали водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел накануне вечером, а сегодня материалы уже были направлены в суд. Сам водитель, которому может грозить уголовная ответственность, кается и уверяет, что готов сделать все для девочки, которая из-за его невнимательности теперь в больнице. Марина Матвейшина восстановила хронику событий. Лишение прав на полтора года или 15 суток за решеткой. Мировой суд решит судьбу водителя, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП. Все случилось вчера в половине восьмого вечера. Ученица девятого класса переходила дорогу по Зебре на пересечении Масленникова и Гая. В это время, как зафиксировал видеорегистратор очевидцы, девочку сбила машина и даже не притормозив уехала дальше. Был установлен очевидец, у которого все это случилось на глазах. В машину был установлен видеорегистратор. При просмотре видеозаписи на него была установлена марка и цвет автомобиля. Потом с помощью родственных мероприятий установили и водитель данного транспортного средства. Он не сопротивлялся, а данную свою винову признал. Мужчина был освидетельствован, а мужчина был трезвый. Для самого виновника аварии мужчина 65 лет, уверяет он, случившееся стало настоящим шоком. За более чем 30-летний водительский стаж такое произошло впервые. Рассказывает, когда ехал, почувствовал удар, понял, задел кого-то, но с испугу проехал дальше. Потом остановился, пошел пешком на место ДТП и увидел, несколько человек оказывают первую помощь девушке. Постоял, пока не замерз, минут 10-15. Просто уже и сердце давило. А вы не сказали, что это? Нет, я не сказал. А почему испугались? Ну, тут человек 10-12 было, конечно, возмущенных. Я смолодушничал, конечно. Чтобы сдаться полиции самому, горе-водитель даже не успел подумать. Говорит, очень быстро поймали. Девочка сейчас находится в больнице имени Пирогова с различными травмами головы. Первое, что хотел бы, это встретиться с родственниками, побывать у нее. Все, что смогу, чем могу. Ну, так сложилась жизнь. В зависимости от степени тяжести травм девушки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Полицейские из народа. Добровольная народная дружина работает в Самаре два года. И с ее появлением на улице города стало спокойнее и безопаснее, отмечают и сотрудники полиции, и жители. Дружинники следят за порядком, делают замечания хулиганам, но иногда их работа не менее опасна и трудна, чем у полицейских. В городском управлении МВД наградили особо отличившихся сотрудников отряда ДНД. С одним из героев пообщалась Олеся Корецкая. Каждую неделю на Самарские улицы выходит 197 нарядов народных дружинников. Вместе с полицейскими они следят за порядком, жителям добавляют уверенности, а нарушителям смешивают все карты. Только за прошлый год по статистике снизилось количество грабежей, краж и разбоев на улицах Самары. Олег Аббасов охраняет покой самарцев уже 30 лет. Дружинником был еще во времена комсомола. Работал и в полиции, а потом снова вернулся на добровольный фронт охраны безопасности. Преступников не боится. Говорит, иначе нельзя, а то улица накроет волна преступлений. Одной из них Олег помог раскрыть по горячим следам. Вместе с полицейским задержал трех грабителей. И вот тот, который с этого края стоял, он резко побежал в мою сторону. Я у него такой отстаю. Грабители передали полицейским Олегу Аббасову благодарность и награду от Министерства внутренних дел за активную гражданскую позицию и бдительность. В городском управлении поощрили еще 15 дружинников. И таких героев в Самаре десятки. И за дня в день они одним своим присутствием пресекают нарушение закона. 40% преступлений не случилось благодаря дружинникам. Когда, так скажем, потенциальный преступник выходит на улицу нашего города и видит, что практически проходя по каждому двору, по каждой основной улице, он видит наряд полиции с сотрудником Добровольной народной дружины. Я считаю, что это носит сдерживающий профилактический характер. 2000 дружинников патрулируют Самарские улицы и дворы. Они не только следят за порядком и безопасностью, помогают раскрывать преступления, но и могут оказать первую помощь, провести профилактическую беседу. Добровольная дружина работает в Самаре больше двух лет. Большая часть сотрудников – обычные люди, мужчины, которые сами решили сделать город безопаснее. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. В зиму с чистыми берегами уборка водоохранных зон завершена, пора подводить итоги. Всего с июня до ноября с берегов Волги рек Самара и Татьянка вывезли почти 2000 камазов мусора. В общей сложности 16 тысяч кубометров отходов. Наводить порядок пришлось на площади в почти 800 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделили территории рядом с речным вокзалом. На обоих берегах Волги в местах, излюбленных туристами, установили специальные бункеры, накопители. Контейнеры для мусора были и на всех городских пляжах. В рамках данного контракта было вывезено 12 тысяч кубометров. Вывоз отходов из бункеров, накопителей и установленных в водоохранных зонах в районах Кенап, спуск лейтенанта Шмидта, Советской армии и на 9-й просеке осуществлялся ежедневно. По остальным 14 адресам с периодичностью 1 раз в 2 дня. Далее, коротко о других темах дня. Несколько районов Самары останутся без холодной воды. Три дня подряд будут проводиться плановые работы по замене и ремонту оборудования систем водоснабжения. Так, сегодня воды не будет в домах по улицам Демократическая и в частном секторе, в границах Гранитного переулка, Пустынный, Бронный и Промежуточный и на Московском шоссе 320. В среду, 16 ноября, с 9 до 17 часов без холодного водоснабжения останется 16-й квартал мехзавода. Спортивная, 25. В четверг три дома по советской армии – 124, 126, 128. Изменялось расписание теплохода «Самара» про раны «Рождествено». С 15 ноября теплоходы будут ходить из «Самары» в «Рождествено» 10 раз в день, на «Проран» 4 раза. Напомню, в настоящее время это направление единственно действующее. Все остальные речные маршруты уже закрыты до следующей весны. В Самарской области двух сотрудниц банка осудили за мошенничество с компенсациями. Их признали виновными в присвоении и растрате денег. На компенсации, которые предназначались клиентам банка, они выписывали фиктивные расходные кассовые ордера, а затем деньги забирали из кассы. Сумма ущерба составила более 42 тысяч рублей. Мошенников приговорили к двум и полутора годам лишения свободы условно. Студента колледжа обвинили в ложном минировании. В Самаре нашли подозреваемого, из-за шутки которого 7 июля 2016 года пришлось эвакуировать Самарский государственный колледж на улице Молодогвардейская. По прошествии пяти месяцев выяснили, что о минировании сообщил 16-летний учащийся колледжа, уже состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Теперь он фигурант уголовного дела. Областные медики бьют тревогу. Заболеваемость ожирением в регионе за пять лет возросла почти в два с половиной раза. Незначительно снизился этот показатель только среди детей до 14 лет и подростков до 17. А в среднем из 10 тысяч жителей области медицинские проблемы с излишним весом испытывают 45 человек. Причины – неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Построили дома на Луне на фестивале «Ракеты Модерна». Дети смастерили собственный город на макете Луны, послушали о полетах на спутник Земли и посмотрели первый в мире научно-фантастический фильм, снятый во Франции в 1902 году. Космическим строителем на один вечер стал и Андрей Горгуленко. По мнению детей, заселение Луны будет плотным, а потому и такое большое количество зданий на маленькой территории. Все выполнено в футуристическом стиле – больницы, дома и даже собственный ракетный центр. Строительством центра занимается 10-летний Даниил. Для него ракеты – техника знакомая. Папа работает на прогрессе, да и сам Даниил мечтает стать космонавтом. Я думаю, это будет ракетный центр, откуда будут запускать ракеты, чтобы не упало, чтобы держалось, ну и чтобы было красиво. Главное – устойчивость конструкции, а в остальном у ребят, сооружающих лунный городок, полная свобода. А в другом зале малыши воссоздают знаменитый кадр из самого первого в мире научно-фантастического фильма «Полет на Луну». Дети мастерят с большим удовольствием, ну а если малыши рады, то и родители довольны. Спасибо большое людям, которые это организовали и осветили. Эта работа очень нужна для всех нас и для подрастающего поколения. Семейный фантастический фестиваль «Ракеты Модерна» рассказал детям и родителям о первых шагах человека вне родной планеты. А затеялось все, признаются организаторы, чтобы ребята вновь подняли голову к небу и мечтали о непокоренных звездах и галактиках. Мы хотим привить детям, вернуть детям интерес к космосу, потому что мы знаем, что раньше для детей, даже моего еще поколения, любовь к космосу, интерес к космосу были очень актуальны, очень живы, а сейчас уже как-то немножко забывается. И мы хотели бы, ну вот, может быть, такой небольшой свой клад нести и тоже детям вернуть космос. Кто знает, возможно, через несколько десятков лет кто-то из этих детей действительно сможет воплотить в жизнь свои идеи о строительстве первого лунного города. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Спорту все возрасты покорны. В Самаре с начала недели проходит благотворительный практический курс культуры здоровья. На занятиях ветераны учатся бороться с возрастными недугами при помощи физических упражнений и хорошего настроения. Лариса Шалафаст поинтересовалась, помогает ли. Готовимся! Готовимся к выполнению гимнастики! На занятии по культуре здоровья «Аншлаг» многие из пришедших были со спортом «Новы» много лет, но уже после первых уроков почувствовали себя лучше. Оказалось, даже легкая активность помогает держать тело в тонусе. За эти два занятия, какие я прошла, у меня улучшилось зрение. Вы знаете, я с восьмой строчки перешла на десятую. То есть я уже на десятой читаю несколько, несколько слов прочитала. Суставная гимнастика, упражнения для глаз и органов дыхания, общая физическая нагрузка – все это помогает привести в порядок тело. С депрессивным состоянием и хронической усталостью здесь тоже помогают справиться улыбкой и хорошим настроением. Курс занятий для тех, кому за 70, разработал тренер-психолог Геннадий Лукин. Он много лет работает с ветеранами и уверен, с возрастом человек обязан больше двигаться и не запускать свой организм. Человек, пройдя наш курс, приобретает такой хороший запас прочности. И, как правило, даже если человек после занятий бросает, оставляет занятие, то на том шлейфе, который он получает за восемь дней, он еще спокойненько месяца три-четыре катится, условно говоря, вот, имея хорошее здоровье, настроение, понимание, как это поддерживать. Курс культуры здоровья проводится Общероссийской общественной организацией ветеранов вооруженных сил совместно с городской администрацией. Для всех желающих и бесплатно. Спортивные занятия в ДК «Заря» продлятся до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Это далеко не вся картина дня, и вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Деньги любит счет, а казенные особенно. Депутаты губернской думы обсудят главный финансовый документ региона. Вскрытие покажет, ресурсные компании, которые до сих пор роют ямы, будут штрафовать. Достаем варенки. Самый точный прогноз погоды только у нас. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!